xbox и бессезда разочарование для обывалых игроков давайте посмотрим джамбу макс давно мы вот так вот не виделись вот и сегодня мы с вами поговорим о презентации xbox которая была совсем недавно сразу хочу сказать огромное спасибо всем тем кто пришел на стрим и в качестве гостей в качестве зрителя спасибо всем тем кто наводил шороху в комментах не знаю каргас миром спасибо вам за этот вечер было реально здорово сегодня в этом видео я бывало игроки и пацаны насколько вы бывало игроки по десятибалльной шкале сразу предупреждаю прям больные фанатик xbox которые любят когда его там хвалят и так далее ребят отойдите от экранов можете там включить другой видос и так далее если вы думаете что здесь будет какая-то хвальба xbox а очередной восторг то в этот раз нет к сожалению после этой презентации у меня наверное совершенно другое мнение она не положительная вот и если вы смотрели мой ролик про перенос игр то вы в целом догадываетесь о чем я буду говорить также прежде чем и начнем я хочу напомнить мою мысль я считаю что критика любимой компании она всегда нужна то мы не увидим прогресса мы не увидим развитие и на мой взгляд нужно говорить тогда когда тебе не нравится поэтому если вы не можете воспринимать к рынку конструктив то просто посмотрите другой видосик не тратя на него время сразу напомню что я являюсь заядлым и давним обладателем xbox это по сути основная моя платформа на которой я играю каждый день не каждый стрим и и по сути я без и без иксбокс вообще никуда данная консоль мне нравится из экосистемы нравится как консоль в целом как устройство она мне нравится за геймпад и рулькова нового смотрели способ с киви уже месяц не работает серьезно это обидно как самых франшиз которые я люблю и чтобы вы понимали я бывалый игрок и это важно для этого видоса поскольку я видел его развитие спад и тому подобные вещи и поэтому я знаю о чем я говорю да как бы вы не хвалили sony но лично мне всегда было по кайфу пройти серию гирс фор я несколько раз проходил серию фейбл фейбл 2 там фейбл 3 а я играл в райс мне очень нравится quantum break и в целом я всегда советую эти игры и вам поскольку они реально дарят очень много классных эмоций до видоса его но вы уже смотрели xbox выступил со своей презентации я эту презентацию на самом деле очень долго ждал поскольку это одна из самых масштабных презентаций лета которую просто нельзя пропускать фанаты xbox ибо там всегда показывает то что нас ожидает честно несмотря на то что мне не было каких-то завышенных ожиданий я все равно надеялся хоть на какую-то годноту поскольку с момент обещаний с момента покупки студии на мой взгляд прошло достаточно времени чтобы показать как раз таки тот самый результат показать что люди не зря продлевает подписку геймпасс что они не зря в целом вообще выбрали xbox и сейчас речь не просто об играх которые недоступны на какой-то другой платформе нет если смотреть глазами обычного пользователя который только присоединяется ко всей этой видеоигровой движухи или глазами тех у кого потребности крайне слабые то в целом презентация может показаться нормальный классный объективно там показали достаточно много проектов из которых были как и крупно так и малые и из этого списка так или иначе каждый мог для себя что-то выбрать и это классно кому-то понравился анонс я был 4 кто-то был в восторге от анонса добавление персоны в подписке все мы были рады увидеть новое поколение форзы кто не просто добавление персоны в подписке это то что персона выйдет где-то кроме дебильный playstation 4 и ну и обратки playstation 5 и то что она выйдет на пк это значит что можно будет разлочить и играть 60 фпс сука я на это надеюсь я крайне надеюсь что это будет полная жопа вот но но по факту по факту персона это не просто что персона в геймпассе это то что она выйдет на пк и на xbox один из самых важных эксклюзивов playstation который ну вообще никто не мог понять почему он нигде не выходит наконец-то фил спенсер сказал мы знаем вы этого хотели наконец-то но появится я бывалый игрок и для меня это было ультра важно типа ну я я в данном случае хочу просто сказать то что у всех свои вкусы разные да и то что кому-то какая-то игра не интересно это не значит что презентация была плохой это значит что просто презентация была не для всех и с точки зрения microsoft а да это было ошибочно в плане того что ты хочешь чтобы всем было хорошо папка по факту насчет старфилда было много споров да вот сейчас идут вообще ожесточенные споры насчет старфилда лично мне понравилось мне меня это заинтересовало а многие говорят что графика говно я помню во времена fallout 4 когда вышел трейлер тоже говорили графика говно но потом эта игра продалась 20 миллионов копий каким-то образом я думаю что за старфилда будет принципе то же самое кто дождался наконец-таки холл найт но а кто-то наконец-таки увидел старфилд о нем и кстати вы скажу чуть подробнее концу точки зрения маслости мне кажется microsoft удалось выполнить свои задачи но я как бывал иксбол на предыдущем стриме смотрели иванова честно я был расстроен кстати забавно всегда видеть что если человек критикует иксбокс и ему что-то там от него не нравится то он сани бой и если вы там реально считаете меня сани боем или что-то подобное да и если вам презентация которую показали действительно понравилось да и у вас есть менее они в положительном ключе и вы совершенно иное мнение чем я я всегда вас жду на стриме прямом эфире в дискорде в котором мы можем с вами на эту тему пообщаться так вот не я не считаю джамбом акса сани боем просто у него ну игровые вкусы более вот такие мейнстримные да это я анимешник японский rpg люблю и прочее вот для него там какие-то ну основные серии и действительно основные серии microsoft как-то что-то как-то что-то с ними хрен знает что происходит то есть герсу вортом фейбл хейло где вообще хейло вообще там на презентации показали что что во флайт симуляторе появится только пеликан и все единственное что вот есть да это старфилд вот старфилд это такой мега супер мега блокбаст но опять же очень спорно мне на самом деле не понравилось что трейлер был в 30 fps мне показалось я не люблю на игры смотреть в 30 fps мне показалось это достаточно недоделанным и корявым вот то есть стоило бы показать ту же боевку больше и прочее то есть если вот ради этого трейлера они там отложили игру чтобы да вот он зато мы покажем такой геймплей то ну как бы типа опять же мне кажется что старфилд покрасивее будет выглядеть чем этом вот тем не менее тем не менее давайте продолжим почему я был расстроен и недоволен тем что нам показали на самом деле ответ очень простая для себя не выйдем максу не будет которого я бы с нетерпением ждал которого я бы с нетерпением хотел бы купить прямо здесь и сейчас и сделать предзаказ почему я акцентирую внимание именно на слове купить игру а дело в том что когда мы получаем ее по подписке или получаем какой-то анонс который опять же по подписке геймпасс мы начинаем относиться к игре проекту в целом более лояльно более по-доброму я бы сказал бы не совсем честно и объективно просто когда вы получаете что-то бесплатно какой-то подарочек всегда к этому отношение такое какое-то знаете ну такое уже типа более позитивные нежели бы вы его купили за 50-60 баксов мол ребят это все равно в подписке чего душ нить играйте и не партий ждите сколько влезет и так далее все равно бесплатно и мы и просто знаете на мой взгляд когда ты за игру хочешь заплатить это говорит о многом это говорит о том что игра действительно для вас крутая действительно вы ее ждете и вы действительно хотите в нее поиграть в данном случае я в принципе отчасти согласен да то что вот игра за которую бы ты заплатил вот она действительно вот крутая вот она тебе действительно нравится здесь мы как бы оправдываем игры с другой стороны и импас он же не только про игры которые у тебя изначально интересны геймпасс про то что есть большое количество игр и ты как на нетфликсе сидишь вечером и думаешь во что мне поиграть о вот в это и на той же microsoft презентации видел много игр которые я бы иначе никогда не попробовал и вот я смотрю о да можно будет как-нибудь вечерком геймпассе попробовать и соответственно в этом и заключается прикол то что я смотрю на эти игры не как на то что вот типа купить или нет а на то что это будет подписки интересно как ну в промежутках когда не будет каких-то больших игр я вот в это поиграю и можно вот в это поиграть да то есть какая нибудь маленькая инди игра или какой-нибудь интересный слэшер вуду 2дшный дату я с удовольствием это поиграю это не то что мы делаем этим играм скидку это нам показывает что чел там это будет сделать себе ментальную заметку это будет геймпассе закую да действительно это будет геймпассе может быть там когда устанут вот этой игры поиграю во что-нибудь такое я считаю что это скорее так стоит воспринимать и не то что мы как-то эти игры даем им бесплатно даем им как бы более низкую планку просто потому что они в геймпассе исходя из того что нам показали действительно верно проект за который можно заплатить и пожалуй новый форза и здесь я думаю со мной абсолютно все согласятся классная гонка вели много улучшений завезли торсировку и все вот вам гонка следующего поколения но вот что касаемо остального здесь очень и очень спорно я сейчас не говорю что все игры говно которые показали что игры плохие нет дело в том что многие из них могут казаться с очень прекрасной атмосферой каким-то игровыми новыми механиками может быть сюжетом офигенным да но самый прикол в том что ни одну игру лично мне не хочется купить и получить прямо здесь и сейчас и как сказал роман который приходил к нам на стрим майкрософт в этот раз просто ужасно распорядилась нашим временем дополнение fallout grounded дополнение к форзи это были все таки анонсы которые в целом можно было не показывать на презентации анонсировать вне презентации но почему-то они решили что это действительно важно если бы это шоу показывала бы какая-то независимая компания компания с ограниченным бюджетом то в целом была бы просто шикарная презентация но извините меня а эту презентацию нам показал гигант игровой индустрии которая может купить всех и вся и он кстати это делает который при этом в имеет очень много всяких технологий и в целом инструментов по развитию тех или иных видеоигр но учитывая это по факту качество я все равно не увидел мне кажется адекватные ребята уже давным-давно поняли что у майкрософт сейчас нацелено больше на количество они качество я думаю что если бы они были заготовлены на количество то они бы уже выкатили там и вольфенштейн 3 это еще и показали бы там биллиард си джей трейлеров но эта презентация все таки была нацелена на игры которые выйдут ближайшие 12 месяцев и ну давайте вспомним когда купили ту же беседку это было два года назад два года два года это не так уж много времени чтобы сделать одну полноценную три пола игру и все-таки основная бессезда именно студия разработки бессезда занималась старфилдом его мы увидели что там еще будет хрен его знает я надеюсь что они все-таки работают над этими играми и как-то у microsoft есть проблемы с менеджментом да безусловно то что у них слишком много свободы дается разработчикам да то есть мы читаем столько статей про кранчи про прочее и microsoft видно что они хотят как-то избежать вот подобных вещей они просто короче не заставляет никого работать люди просто сидят чилит вот вот это действительно проблема я бы сказал что в данном случае microsoft microsoft просто показали да у нас вот будут такие игры вот это вот это вот это это ближайшие 12 месяцев в принципе все как бы как бы игр не так уж и много но в принципе что то есть разочаровывает на самом деле да но говорить что они упирают на количество я думаю что они бы упирали на количество если у нас было там не знаю вольфенштейн каждый год или чем такое тогда бы это был упор на количество а так видно то ли они вообще не знают как игры разрабатывать что тоже вполне возможный вариант то ли они действительно работает над качеством чтобы когда мы увидели какие-то проекты они были действительно готовы и это к сожалению факт возьмите redfall это по сути по планам скорее всего была той игрой о которой должны были как-то говорить обсуждать хотеть в нее поиграть купить но прошерстив интернет и почитав комментарии я понял что они мало кто говорит а это между прочим одна из таких типа крут крупных игр иксбокса который выйдет под крылом microsoft конечно странно что они ее хотели выпустить вообще в этом году а на презентации нам показывает какой-то там бета альфа геймплей ну да ладно стартил ни для кого не секрет тут по сути должна быть вишенкой на торте и в целом и мне кажется удалось навести некий сумбур в сети что ребята смотрите это старфилд мы наконец-таки его показываем но скажите вам реально понравилось то что показали вам реально понравился визуал вам реально понравилось то что тут вам не рассказали о том чем вы будете заниматься на тысячах планетах тогда когда мы оцениваем презентацию игры идею экосистемы я считаю очень важно брать абсолютно все аспекты того что есть вокруг это 2022 год это новое поколение консолей которые мощнее предыдущих с эти в два раза и сразу замечу что игра не выходит на старое поколение это новые технологии и вроде как более простые инструменты для разрабов но парадокс прогресс всяких технологий и мощей он растет но сами игры будто остались на том же месте блин ну не знаю типа по уровню графона старфилда я не увидел чтобы эта игра была какая-то настолько ужасная что надо было говорить что типа вот это как будто игра 2016 года или что такое то есть там достаточно каких-то новых технологий туман какое-то подобие ну не ретрейсинга что-то там типа какие-то отражения прикольные окей типа мне мне вполне нормально мне главное чтобы мир был интересный мне кажется что именно вот возможности новых консолей конкретно ssd и прочее позволяют именно сделать такую большую вселенную с кучей планет единственный вопрос заключается в том будут ли эти планеты чем-то интересным да то есть будет ли их интересно исследовать потому что бессезда уже показал fallout 4 что им достаточно сложно даже карту обычную из fallout 4 наполнить интересным контентом там интересные кресты по пальцам было пересчитать часть карты где-то половина или четверть была вот это вот мертвое море в которой просто ничего не было просто просто издеть просто ничего была вот эта куча каких-то поселений которые тебе нужно защитить было куча пустого места чтобы делать свое поселение и были вот эти дебильные заводы везде у меня однажды fallout 4 я не шучу меня трижды послали на один завод по трем разным квестом и там постоянно спаунились новые рейдеры и там всегда какую-то фигню надо было на этом заводе найти либо убить всех рейдеров я я если честно fallout 4 презираю как игру как вообще что что происходило в моей жизни но я не понимаю как эта херня продалась 20 миллион копиями вот меня пугает что вот так же будет если честно но вот то что я вижу но когда вспоминаю мне fallout 4 в принципе когда я играл она мне нравилось это все у меня уже потом появилась да что я такой вообще по сравнению с fallout не вегас полная вот но тем не менее тем не менее прогресс всяких технологий и мощей он растет но сами игры будто остались на том же месте глядя на скриншоты я бы сказал что эта игра наверное года 2016 до может быть starfield в будущем это будет просто легендарной игрой из-за своего наполнения но вам не кажется что мы вот эту историю уже видели но только с хейла я хочу этот геймплей в 60 фпс посмотреть 30 фпс даже в трейлерах это уже позорно масштабный амбициозный открытый мир споры по поводу визуала перенос игры с очень важным кто-то не помнит то хейла должна была выйти на старте консоли xbox series и это факт а старт в этом году и в очень красивый дат по-моему 11 11 22 ситуация с фанатами также аналогично сейчас все типа защищают игру мол вы не шарите там будет все очень круто опять же я буду рад если эта игра принесет действительно столько много классных эмоций но объективно по тому что нам показали с проектом опять же что-то не так забавно но я не знаю мне не кажется что со старт филдом что-то не так в плане что это какая-то сломанная игра или что она такая же как хейла инф нет такая же история не мне кажется что starfield это типикал игра от беседки на самом деле то есть да она в космосе но опять же опять же мы можем сколько угодно критиковать тот же skyrim да то есть за одинаковые подземелья за этих дебильных драугеров за систему прокачки за прочее можем критиковать fallout 4 но тем не менее эти игры любят огромное количество людей и я не вижу как бы проблем да даже несмотря на баги людям все равно нравятся эти игры и мне кажется что со старт филдом будет то же самое в общем и целом я не заметил там чего-то такого сломанного то есть трейлер он наоборот как-то всклицнул интерес да выглядит как-то серовато но возможно это такое типа стилистическое решение вот но тем не менее тем не менее я не вижу каких-то поводов для беспокойства на данный момент по крайней мере еще то что тем кому игра понравилась они уже накрутили себе то о чем не рассказали мол там будет интересно все изучать там можно будет там классно все делать и опять же ситуация повторяется с хейла вам этого показали нет тогда чем мы вообще говорим вообще на самом деле разумные правильные решения не давать каких-то оценок старфилду поскольку по факту мы не видели игры мы не играли да и мы не можем сказать плох не fallout 3 был зеленый а fallout 4 был какой-то слишком цветастый как по мне то есть он вообще не выглядел как пуст апокалипсис она или хорошая но давайте будем честное если бы этот проект показала бы sony на своей презентации и поставил бы ценник в 60 70 баксов то я уверен что большинство из тех кому сейчас игра понравилась по подписке отнеслись бы уже к ней наверное не так положительно засрали бы ее и сравнили бы с новым sky ну опять же опять же то есть вот этот момент у меня тоже пояснили ассоциации с новым sky когда сказали про тысячу планет ну в новым sky говорили про там квадриллион морбиллион планет здесь как бы тысяча планет вот и опять же физически невозможно было да то есть я физически не верю в то что команда разработки там не знаю каждую планету как-то прорабатывала то есть сто процентов нет скорее всего эти планеты там по большей части будут нужны для ресурсов или на каком сайт квесте тебя отправят на какую-то планету и скажут что там вот какие-то бандиты эти там нужно будет зачистить один бункер посреди нихуя я вот вот в это я верю в это я верю но мне интересно именно как будет работать сюжетка как будут выглядеть все эти кресты то есть как будет работать экономическая система фракции вот это вот все то есть меня это больше как-то заботит и вот конкретно этого и я не помню ноу-мэн sky по началу там просто я в кости честно сразу некое добавление если вдруг кто-то из вас напишет в комментариях что тебе наверное не зашел старфилл потому что ты не смотрел его в 4k ребят вот именно вас я буду ждать всегда каждый вечер на стриме дискорде чтобы мы на эту тему с вами пообщались я прекрасно понимаю что во всю эту историю можно приписать к вид да но как по мне эта отмазка уже не должна работать и давайте уже будем честны а обычных пользователей обычных игроков это должно как-то волновать да меня радует то что они по крайней мере одну ошибку fallout 4 учли то что теперь не будет разговаривающего протагониста разговаривающий протагонист был большой проблемой fallout 4 потому что соответственно каждую реплику надо было записывать и из-за этого ну просто невозможно было записать тот же объем текста который был в том же fallout 3 и поэтому система диалогов fallout 4 полное говнище я надеюсь что вот эта система диалогов они вернут состояние fallout 3 fallout new vegas skyrim а то что она действительно будет подразумевать какой-то отыгрыш они сарказм да нет разве эта игра делается там 24 года или там я не знаю год нет когда вы работаете на стройках на заводах в магазинах и тому подобных заведениях да то в целом потребителю не интересно что у вас случилось вчера вам потребителю не интересно а какой у вас там настроение болит нога рука и так далее всех всегда интересует качество услуг которые вы предоставляете здесь и сейчас и теперь вопрос а почему мы должны оправдывать кого-то ассори вспомнил это же все на халяву простите простите и дело не в том что это на халяву просто как бы игры без sd да но мы сейчас не берем fallout 76 fallout 76 это такая игра я играл fallout 76 на релизе да то есть я постарался как-то об этой игре составить собственное мнение fallout 76 интересный лор то есть в этой игре интересно было исследовать проблема fallout 76 состояла в том что вот и так ходишь по этому миру в играх от без сда интересно исследовать когда ты находишь новые локации узнаешь историю каких-то мест вот это действительно безумно интересный fallout 76 это есть знаете чем проблема fallout 76 в том что ты приходишь какое-то здание у тебя начинается квест с каким чуваком встретиться но mpc на релизе не было и все что ты находил в конце это какая-нибудь кассета с записью человека который уже давно умер и вот когда ты это понимаешь fallout 76 ты понимаешь что играть в это уже нет никакого смысла этот мир но он безжизненный и вот поэтому я бросил fallout 76 хотя в этой игре действительно были интересные моменты когда ты приходишь в здание анклава там какие-то какой-то лор узнаешь с точки зрения лора с точки зрения исследования даже fallout 76 был хорош вот но учитывая что fallout 76 разработали в итоге как попытку зенимакса заставить разработчиков из беседы создать свой фартнайт да свой лайф сервис который будет выкачивать деньги из игроков и они сделали то что могли на своем убогом движке до которой кое-как подвязали эти онлайн функции и я думаю что в принципе fallout 76 не является настолько уж показательным проектом то есть я боюсь что повторится fallout 4 fallout 76 если честно я как-то уже из своей памяти выбросил папа сачья меня ребята обязают что такое мальчик фил они не хорошие стивки обзывательные про меня сочиняют какие маленький филя геймпасс наполнял студии он покупал покупал тихо спокойно без криков и он про и так осторожно без матов он пролюбил 900 миллионов ну мальчик фил ну что ты расстраиваешься они же тебе врут прям в глаза какие 900 миллионов ты уже 900 миллиардов пролюбил со своим другом тодом спасибо папа я все показу этим лохом что наконец-то игры не пролюбил куда больше денег дебилы папа сказал что я пролюбил 900 миллиардов приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим блин миша выглядит молодым названием microsoft и bethesda демонстрация игр 2022 на этом мероприятии фил спенсер этот говор два знаменитых представителей игровой индустрии выходили рассказывали очень много персона 5 на пк но компания microsoft конечно решила 22 год зарядить играми от партнеров для того что пользователи xbox не скучали и не плакали на взрыв видя как люди на playstation играют в году for ragnarok и в ремейк 1 the last of us нам показали наконец-то слава тебе господи на xbox и на пк выйдет персона 5 рояль одна из величайших японских ролевых игр из когда-либо созданных с невероятно глубоким сюжетом с круто проработанными отношениями с напарниками когда вы игру будете заканчивать когда вы увидите финальные титры у вас слезы на глазах будут наворачиваться потому что вы поймете виталишь шарит виталишь шарит не подошло к финалу это та игра которую мы несомненно рекомендуем прикоснуться всем и каждому и кроме этого на xbox и на пк появится персона 4 golden и за каким-то фигом персона 3 portable почему бы нет персона 4 golden уже есть на пока просто она выйдет еще и на xbox и пополнит библиотеку сервиса геймпас да а персона 3 portable нахрена нужно ему бы и нет прикольная часть можно нет она плохая есть персона 3 для playstation 2 вот она прикольная а персона 3 portable сильно упрощенная понимаешь умом atlus не понять тем не менее персона 5 рояль не на персона 3 portable она в общем и целом по своим системам лучше чем оригинальная персона 3 потому что персоне 3 нельзя было даже напарниками управлять а здесь как бы это можно плюс здесь есть дополнительная сюжетка ну как возможность проходить за женского персонажа соответственно другие social link и прочее и это тоже достаточно круто вот и видимо они выбрали именно самую контентно наполненную и более допиленную версию но к сожалению там есть свои приколы то что там нет свободного передвижения по миру это как визуальная новелла сделана в принципе могу понять это решение но я бы выбрал скорее оригинал великолепное предложение для пользователей пока и xbox это что называется наконец-то атлус тужилась тужилась и наконец-то до нее дошло что надо выпускать эту игру за пределами консолей playstation там есть аудитория в этом уверен это потрясающее приключение в котором я провел около 100 часов при этом я в персона 5 роял не играл я играл в оригинальную персону 5 но это одна из моих любимейших игр не пропустите персона 5 да это супер приключение это приключение которое останется у вас в сердце надолго и это супер новость следу бог можно через эмулятор играть но по сути на пока да можно 3 через эмулятор запустить что меняет и а и 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